Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Мы рады приветствовать всех подписчиков, а также наших дорогих гостей. Меня зовут Рубен. Для вас сегодня проведу обзор дома, который расположен по адресу Ставропольский край, Изобильницкий район, Станица Баклановская, улица Красная, дом 62. Ниже в описании к этому ролику обязательно укажу стоимость дома, его площадь, площадь земельного участка, конечно же номер телефона собственника. Вы сможете позвонить, задать все необходимые вопросы. Возможно, они у вас появятся в ходе обзора ролика. Друзья, если вам необходима помощь в подборе и в поиске жилья по Краснодарскому, по Ставропольскому краю, агентство недвижимости «Титул» с удовольствием вам в этом поможет. Обращайтесь. Немного расскажу про саму Станицу. В поселке есть дом культуры, библиотека, школа, детский сад, магазины, амбулатория, отделение Сбербанка, отделение почты. Более 10 крупных предприятий, 32 фермерских хозяйств. Это я вам говорю в плане устроиться на работу, если захотите. Кроме того, отсюда и получается два рейса в день, утром и вечером автобусы идут в Изобильный и Ставрополь. То есть, если что, съездить на работу, вернуться обратно можно. До Изобильного у нас 12 километров, это районный центр. А до Ставрополя, это краевой центр, 54 километра. До моря 333 километра. Я прошу прощения за, может, не сильно удачный вид дома. Но, к сожалению, более удачный ракурс. Солнце прям светит в камеру и некрасиво смотрится. Поэтому снимаю дом отсюда. Но со всех сторон я вам его обязательно покажу. Сам дом у нас 83 квадратных метра. Земельный участок 24 сотки. Со участок он такой прямой, ровный. Немного идет на спуск, немножечко совсем. То есть, если захотите поставить там теплицу, пожалуйста, или место для выгула животных, никаких проблем. По фундаменту у нас бетонная лента. Сам дом у нас кирпичный. Крыша у нас металлопрофильный. Водоскоп присутствует. Ну что, давайте так более уже конкретно посмотрим домик. По границам. Смотрите, как бы сам дом угловой у нас. Поэтому, как бы у нас с двух сторон есть. И въезд, и вход. Вот она наша правая граница. Здесь забор с соседями. Он сделан из шифера. Место для въезда автомобиля. Вот он родимый там стоит. Тут у нас большое дерево ореховое. Так что, как говорится, готовьте мешки для орехов. Телефонный кабель здесь проходит. Он в дом введен. Он, соответственно, как бы у вас есть интернет. По-моему, мне сказали до 8 мегабит по телефонному кабелю. Дорожка пешеходная. Вот такая вот, благоустроенная. Видите, тут и столбики все сделаны. Чим по чину. Заасфальтированная. Соответственно, как бы пройти в центр. А это, ну, где-то около пяти минут ходьбы, мне сказали. То есть до школы, до детского садика. Около пяти минут ходьбы. Пожалуйста, не надо грязь месить. Вот спокойно по дорожке прошли. Дорога, которая подходит к дому, она у нас асфальтированная. То есть, соответственно, как бы не грязь, ничего. Вот асфальт. Вот. Дальше у нас получается вот так вот. Въезд я тоже отсюда приехал. И на придворовой территории у нас есть слива. Значит, черешня, вишня, вишня. Что у нас тут еще? Вишня. По-моему, тутовое дерево. По-моему, нет, 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 извините. Не знаю. Это быстрее всего не плодовое дерево. Магазин. Продукты и хостовары у вас вот 30 в 20 метрах от вашего дома. Далеко ходить не придется. Я вам говорил, что дом угловой. Вот здесь у нас абрикосовое большое дерево. Вот он, пожалуйста, отсюда. Тут поросли у нас, получается, вишня. Кстати, кстати, простите, что обратно вернусь. Но, как говорится, важный момент, о котором нужно обязательно показать. Это колодец водяной, где находится счетчик. Вот он находится, получается, на меже. Вот, видите. Здесь находится кран перекрытия. Разводка. Дальше идет линия. Это вот на ваш участок. И здесь находится счетчик. Все. Теперь моя душа спокойна, что я вам показал, где это все удовольствие находится. Пару трещин я вижу вот здесь вот на таких... Ну, как бы не по стене, а вот именно вот вверху, видите. У нас, кстати, два входа. Вот он один и второй вход есть позади. Это очень удобно. Вот она калитка металлическая. Весь забор у нас металл. Вот так вот. Идем далее. Вообще, домик мне понравился, честно говоря. Во-первых, много спален. То есть, для большой семьи, для родителей с детьми, как бы, дом будет идеален. Ну, опять, у нас понятие идеала у всех разное. Я имею в виду, что, как бы, достаточно комнат для того, чтобы поместились родители, двое-трое детей спокойно. Так, абрикосовое я вам показал. Тут куст сирени. Тут у нас что-то слива. Ну, и вот такой вот, как палисадик небольшой, есть для цветочков. Это у нас вход. Вот, пожалуйста. Здесь у нас лавочка посидеть. Вот так вот дом отсюда выглядит. Да, есть трещины, их замазали, но они есть. Я чуть поближе подойду, покажу. Здесь у нас, получается, еще одно дерево. Похоже очень на сливу. Я могу ошибаться. Вишня большое дерево. И дальше сам участок. Здесь, кстати, вот на углу, видите, ворота. Это технический въезд. То есть, допустим, там завести удобрение. Ну, я образно говорю, там пшеницу и тому подобное. Сейчас, кто его знает, остались эти паи, не паи, когда людям привозят раз в год пшеничку и тому подобное. Ну, теперь по участку. Сейчас я пройду, попытаюсь. Вот, сейчас участок сдают в аренду. Как бы, я особо ходить по нему не буду. Тут у нас, как бы, все посеяно. Вот. Тут сетка. Вот это ваша правая граница. Деревьев здесь нету. В основном, вот я вижу только одно абрикосовое. Ну, и свешивается большое дерево, грецкий орех. Все. Из-за забора. Забор сделан из шифера. Вот. Здесь у нас по бокам тоже деревья. В основном вижу абрикосовые деревья и вишня. Вот. Вот такой вот у вас огромный участок. Всего общая площадь, насколько я понял, 24 сотки. Это вместе с домом. Но границы, вот, сейчас пройду. Здесь, чтобы вам понятнее было. Вот вход отсюда. Вот. Вот она. Тут хост двор. То есть, если мы сейчас туда пойдем, там будет хост двор. Вот. Тут у нас тутовник. Вот. И вот она сетка. Вот это ваша граница. То есть, до дороги, до следующей улицы, это все ваше владение. Еще раз говорю, участок, вы видите, ровный. Он идет немножечко на небольшой скос в ту сторону, вниз. Вот и все. Отсюда, конечно, открываются красивые виды. Все. Могу пойти показать, но как бы смысла особого не вижу. Прямой участок, если бы тут были какие-то насаждения, как бы другой вопрос. Вот так вот сбоку до серединки дойду, покажу вам и пойду дальше, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Вот. Вот. Вы пока буду идти обратно. Готовьте плюшки, чаечек, как говорит наш шеф. Садитесь поудобнее. Садитесь поудобнее. Самое интересное у нас впереди. Вот такой вот участок есть. У нас сегодня ветер сильный, поэтому прошу прощения за помехи по звуку будут наверняка. Хотя, как бы, система хорошая, шумоподавление, но ветер сильный, очень. Я попал. У нас просто неделя такая. Что в Краснодарском крае, что в Ставрополе ветра очень сильные. Откуда они? Говорят, с калмыкии. Так, выхожу. Ну, думаю, еще дня два-три и ветер стихнет. До этого посильнее был. Все. Сюда уже идет дорога, вы видите, гравина. Магазинчик наш еще раз. Засвечу его. Вперед с песней. Все. Ну что, давайте с самого начала. Здесь у нас, видите, все забетонировано. Это очень здорово. Это мне очень нравится. Соответственно, у вас все чистенько будет. Во дворе, как говорится, убирать очень просто. Сколько бы листьев сюда не попадало, все это убирается очень просто. На земле это тяжелее убирать. Вот такой вот участок под огород, под садовое насаждение. Как вы уже захотите. Вначале у нас вот такие красивые розочки. Замечательно. Ну, и вот вся земля. Ее сейчас прибирают. Вот спахали, как говорится, обработали. Тут у нас вижу вишни, черешни. Цоколь по высоте где-то сантиметров 70. Кирпичные стены. Под окном вот что-то было. Молодцы. Замазали, чтобы влага туда не попадала. Ну, вот одна трещина сильная. Я ее вижу, конечно. Вот. Тоже надо будет замазать обязательно. В целом, вот стена вся прям ровненькая. Проблем. Ну, быстрее всего уже осадку дом дал. Потому что, если бы это было дальше так продолжалось, тут, конечно, было бы пострашнее. Вот такая территория. Полисадник у вас есть перед домом. Пожалуйста. Иду далее. Это у нас вот, кстати, телефонный провод входит. Вот, пожалуйста. Центральный вход. Вот. Я хотел отсюда зайти. Планы изменились. То есть, небольшое вот такое крылечко сделано под навесом. Стены поштукатурены, покрашены. Здесь у нас электрический щиток. Фронтон у нас обшит металлопрофилем. Вот та трещина, которую я вам говорил. Вот она здесь. Вот до сюда доходит и останавливается. Вот. Здесь у нас вот она трещинка. Все. В целом, еще раз говорю, ну да, понятно. Есть они, но их мало. Это радует. Чуть-чуть наверху. И здесь вот. Ну, видим, где окна. Вот видите, именно где окна. Фронтон обшит металлопрофилем. Замечательно. Видно, что крыша свежая. Это большой плюс. То есть, запас по времени у вас хороший. Чтобы менять, как говорится, крышу. Лет 40-50 простоит. Так. Персиковое дерево. Еще одно персиковое дерево. Абрикосово-абрикосы. Места для машин достаточное. Сюда машины 4 зайдут как за здрасте. Вот. Здесь у нас вишневое дерево. Вот. Газовая магистраль. И голуби. Ребята, здесь голуби. Вообще красота. Я зашел, а там прям два таких серо-голубых голубя. Очень красиво. Здесь у нас, получается, газовый счетчик. Находится. В таком интересном месте. Показания надо, конечно, с биноклем. Хотя нет, видно. Все. Шучу. Я думал, у меня плохое зрение. Так. Дальше у нас справа забор. Он отделяет, получается, двор от хоз двора. Вся вот эта территория около входа у нас под навесом. Навес деревянный, в хорошем состоянии. Здесь у нас, получается, птички пытаются гнезд давить. Вот, крыша у нас шифр. Сам двор полностью забетонирован. Это плюс. Место повесить одежду после стирки. Так, смотрю, здесь стену. Вот. Ну вот, одна была. Ее замазали. Уже давно видно по следам, что давно замазали. Все. Здесь все цело. Ну, еще раз говорю, чуть-чуть. Буквально тут трещины 3-4 на весь дом. И все. Вот он вход. Все. Идем далее. Идем далее. Заходим мы с вами уже на территорию хозяйственного двора. Вот они, наши голубки. Красивые. Замечательно. Так, смотрите. Тут место было, видимо, для индюков. Вот побольше такая территория, как мне сказали. Птица была. Говорят, большая птица. Какая она, люди из Челябинска, я не знаю. Знают индюков, не знают. Быстрее всего похоже, что для индюков. Вот такая вот у вас территория. Сейчас я включу свет тоже, добавлю. Вот. Это уже как бы ваш урожай. Орехов. Видите, сколько их тут. Под Новый год, еще раз говорю, ребят, очищенный. Килограмм стоит 800 рублей. Кстати, орехи, ну, скупают, приезжают, скупают. Два рам. Так что тоже можете зарабатывать. Где-то до 300 рублей килограмм можно. Так, газовый баллон у нас стоит. В этом помещении здесь у нас вот такая плиточка. Можно готовить еду для животных. Так, дальше у нас получается тоже сарай. Место для хранения кормов. По площади довольно-таки большой. Будет где-то около 35 квадратов точно будет. Так, полы я здесь не могу понять. Все уложено деревом. Там земляные вижу. Вот это место для хранения кормов. Пожалуйста, можно все положить. Вот так окошко. Еще одно окошко. Проведен свет. Это большой плюс. Это хорошо. Вот. А, вот розетка. Да что ж такое. Проглядел, простите. И тут у нас расположен подвал. Сейчас попытаюсь в него спуститься. Главное, чтобы не убиться. Ой, подниматься всегда легко. А спускаться, как говорится, с камерой в одной руке не есть куда-то. Все. Так. Что у нас есть? У нас есть здесь освещение. У нас есть здесь два деревянных стеллажа. Вот, пожалуйста. Места на земле достаточно. Еще вот такие самодельные стеллажи. Полы у нас забетонированы, похоже. Нет, земляные, простите. Было похоже, как будто бетон криво залит. Но бетон. Нет, земляные полы. По площади будет ориентировочно около 5 квадратных метров. По потолку, сейчас вам скажу, где-то метр восемьдесят пять, метр девяносто. Есть, вот смотри, вот тут у нас отверстие, для того, чтобы вентиляция осуществлялась. Около 5 квадратных метров. Метр девяносто высота. Деревянная лестница. Лестница хорошая. Как говорится. Ну, вот здесь только вот эту заменить и все. Но она на кирпичах стоит. Как бы все. Выходим. Выходим, выходим, выходим. Стоять. Люблю паутины. Шучу. Ну, давайте вот так вот панорамой покажу вам. Помещение довольно-таки большое. Мне нравится. Потолок обшит деревом. Здесь у нас люк на чердачное помещение. Тут, видимо, разные уровни. Вот тут вот, видите, земляной пол тут повыше. Поэтому, как бы, положили вот двери деревянные в качестве пола. Идем далее. Розетка еще. Смотрим, что у нас еще есть. Это кирпичная постройка. Крыши шифер везде. Коньки оцинкованная жесть. А, все, здесь показывал. Здесь показывал. Иду далее. Смотрите, везде бетонные дорожки. То есть, это плюс, поверьте, вот в плане чистоты, это большой плюс. Там у нас голубятник. Я, как бы, вам сильно не показываю. Оно вам не нужно, наверное, будет. Вот синяя дверка. Это голубятник. Показываю все, что пригодится. Так, здесь у нас летний душ. Постройка сама деревянная. Вот. Кстати, настил есть, если что, чтобы вы не беспокоились. Деревянный такой, здоровый. Вот. И вот такая бочка с краном тут есть. Вот он въезд, который я вам говорил отсюда. Вот она сама постройка. Трещина по ней идет, здоровая. Но еще раз говорю, это техническое здание. Здесь сильно париться, переживать не надо. Хотя заделать, конечно, ничего не мешает. Запенить хотя бы. Чтобы влага туда не попадала. Вот он, тот орех, который свешивается уже на участок. Участок у нас там. Все. Забор. Сделан, получается, металлические трубы. Дальше у нас деревянный, как бы, каркас. И крыша. Стены шифром обшиты. Ну, тут вот для животных, пожалуйста. Все самое-самое. Друзья, проходил мимо летнего душа. Забыл показать свиную яму. Вот она у нас здесь находится. Ни разу не выкачивалась. Но если что, есть насос. Вот он здесь. То есть, говорит, ну, ни разу не выкачивалась с того времени, как собственники купили. Они так говорят. Но есть насос. То есть, предыдущие хозяева говорят, если что, можно вот так вот. Они сюда ссували, подключали. И все, на участок выгонялась жидкость. Так что, если что, вот здесь свина яма. Так, тут, видимо, тоже для птицы. Потому что, в основном, много помещений именно для птицы. Вот. Видим, да, насесты. Курятник уже получается. Закрываем. Здесь, видимо, для более крупных животных. Ну, да. Нет, тоже для птицы. Вот, насест. Тоже для птицы. Видимо, разное. Может, молодняк. Может быть, разные виды птицы. Там, куры, утки и т.д. И т.п. Вот тут, как синик, что ли, наверное. Так, сейчас закрою. А то ветер сильный будет потом бахать. Конкретно. Ну, и у нас проход на туалет. К туалету. Обшит он металлическими листами. Здесь, конечно, надо будет его подделать. Чтоб можно было пользоваться. Металлом обшит. Деревянная конструкция обшита металлом. Так. Здесь у нас выход на участок. Вот, показываю его. Вот. Верка. Ну, и такая вот небольшая, небольшая конструкция. Тоже, видим, для сена. Возможно, там что-то хранить. Лопаты, вилы, тяпки. И так далее. Ну, давайте покажу панорамой. Хоздвор. Довольно-таки большой. Помещений тоже много. И для птицы место для выгула есть. И место для собачки. Такое, оно прям грустное, грустное. Что такое, не знаю. Хотя остальные собачки прям веселые. Вот их много. Может, замерзла, бедняга. Наверное. Так, ладно, окликаюсь. Идемте смотреть уже сам дом. Все. Как бы это второй вход. Вот здесь, кстати, есть у нас под навесом освещение. Вот она калитка. Еще раз напомню, с которой я входил. Тут все в забетонированной ступени у нас. Вот есть. Получается розетка освещения. Металлическая дверь. Заходим. Помещение будет где-то около, ну, два с половиной, три квадратных метра. Это у нас вот такой тамбур. Для того, чтобы холод здесь оставался, дальше не шел. Я считаю, что как бы плюс в том, что здесь котел. Соответственно, холодный воздух, когда попадает, когда вы входите, тут он прогревается. По отоплению в самое холодное время, собственно, где-то около четырех тысяч. Не больше. Стену доштукатуривают, чтобы вы, как бы, были спокойны. Здесь стены у нас, видите, уже, они практически готовы. Вот. Их даже покрасили, но будут доделывать все. Собственно. Тут у нас, получается, деревянный такой, как бы, стол и, соответственно, леновер. Межкомнатные двери. Кстати, они все поменены в хорошем состоянии. Не дешевые сразу были, не копеечные, так сказать, за пять копеек. Не-не-не, ни в коем случае. Ну что, первое помещение, в которое мы попадаем, это кухня-столовая. Кухня семь квадратных метров, высота потолка два метра шестьдесят сантиметров. Потолок у нас натяжной, глянцево, такого, ну, цвета, даже не знаю, как его назвать. Ну, вы сейчас увидели. Ну, камера передает ближе к желтому цвету. На самом деле, как бы, он не желтый, он такой вот, не могу сказать, коричневый, ближе к шоколадному. А плинтуса везде есть, чтобы вы увидели. На стенах поклеены обои, вместо посидеть, покушать. Сами полы у нас деревянные, вот, и постелен линолем. В этом углу у нас находится окошко, вот показываю. Все окна в этом доме у нас на две позиции открывания. Откосы сделаны пластиком. Подоконник тоже у нас пластиковый. Дальше вот у нас вот такой вот, я не знаю, что тут спрятали, быстрее всего, коммуникации, трубы. Здесь у нас газовая плита на четыре комфорки. На стенах, еще раз говорю, у нас поклеены обои. Место для вытяжки есть, вот, вентиляция получается. И здесь у нас нагревательная колонка. Гарнитур кухонный остается. Это у нас, получается, напольные шкафы и навесные. Они, как бы, здесь остаются. Вот эта территория вокруг плитки и рядом с раковиной полностью выложена плитка. Это большой плюс. То есть, соответственно, когда идут какие-то брызги, а видите, напор такой шикарный просто, обалденный. Любые брызги от воды. Это горячая вода, напор, ребят. Вы поняли, да? То есть холодная еще мощнее. Здесь у нас, как бы, если брызги попадают на стену, очень легко будет вытереть это все. Нагревательная колонка, я вам ее показал. И вот, как бы, сама столешница здесь готовить очень удобно. Вот. То есть, готовить можно здесь, а здесь вот может располагаться любая аппаратура. Четыре гнезда, две двойные розетки здесь присутствуют. Места для того, чтобы, как говорится, и крупы, и посуду положить много. Достаточно. И, ну, и место для холодильника. Насчет холодильника уточняйте, останется он или заберут с собой. Выключатель освещения. Еще раз напомню, 7 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 60 сантиметров. Полы деревянные или нолиумы. На стенах поклеены обои. Потолок натяжной, глянцевый. Ну, давайте я скажу шоколадный. Вот. Камера не передает, к сожалению, баланс. Изменен цветов. Где-то около 3 квадратных метров у нас кладовая. Вот потолок у нас обшит получается пластиком. Стены. Вот еще раз собственница говорит, сейчас мы доделаем ремонт там и там. То есть, говорит, к вашему приезду тут уже все будет чики-чики. Полы здесь деревянные. ДСП сверху покрашены. И вот тут разные, видите, оболницы. Как говорится, стеллажи есть, шкафчики. С этой стороны даже есть небольшой гардероб, повесить одежду. Еще раз говорю, вот сами межкомнатные двери, посмотрите. Во-первых, это как бы, знаете, такая непрослойка из картона. Да, и они в хорошем состоянии. Мне нравится. Дальше у нас тоже межкомнатная дверь со стеклянными вставками. И мы с вами заходим уже в жилую комнату. Получается проем, поштукатурен, пошпаклеван, покрашен. Заходим. Когда первый раз зашел сюда, подумал, что это коридор. На самом деле это прихожая, ну и коридор он тоже получается. Потому что вот он, как раз центральный вход. Вы уже как захотите. Хотите, сделайте вход отсюда. Захотите с той стороны. Еще раз говорю, хотите, оставьте оба входа, чтобы они у вас функцилировали. Жидкие обои на стенах. Вот за вот эту трещину собственники сказали, что это была у прежних хозяев. То есть они когда хотели сделать большую арку, она появилась. И они как бы остановились, сделали вот то, что есть. И на этом остановились, заделали просто и все. При очередном ремонте, если уж что-то будете менять, это все как бы зачистить. Почему как бы не сделали, я не знаю. Ну здесь можно зачистить и все это будет ровненько-ровненько. Еще раз говорю, в целом я сейчас просто как придираюсь. Я вам говорю про маленькие минусы, то есть чтобы показать сколько плюсов в доме. На самом деле как бы по состоянию дом, заходите, живите и не парьтесь. Если это как бы принципиально, вот с этой точки зрения я вам показал, что потом можете при очередном ремонте это все исправить. Потолок натяжной, белый, матовый. Здесь у нас место вот для такого большого гардероба, пожалуйста. Тут даже зеркала в полный рост. Можете себя любимого лицезреть перед выходом на свободу. Шучу. И еще одно дополнительное зеркало есть. То есть вот место, видите, для какого большого шкафа здесь, пожалуйста, есть. Вот такой вот у нас коридор. Но он как бы не заканчивается только с этой площади, потому что вот у нас еще есть проход. Все комнаты у нас изолированы благодаря коридору. По коридору, сейчас я вам скажу, одну секундочку. 11 квадратных метров. Высота потолка у нас 2 метра 55 сантиметров. Потолок, еще раз говорю, натяжной. На стенах жидкие обои. А получается полы у нас деревянные и постелен линолеум. Линолеум в хорошем состоянии. Нигде не дырочек, ничего подобного не вижу. Ну что, друзья, я по своей привычке, как говорится, двигаюсь по часовой стрелке. Соответственно, пойдем туда. Кстати, еще раз говорю, по плинтусам ремонт сделан очень хорошо. Все ровненько, никаких щелей, ничего подобного не вижу. На полу у нас тоже присутствуют плинтуса. То есть, видите, линолеум ровненько лежит, без волн, без ничего. Идем. Ну что, Госдума наша, шучу. Место для заседания. Потолок у нас потолочная плитка. Есть плинтуса, видите. На стенах поклеенные обои. Вентиляционное отверстие. Ну и, как говорится, король комнаты. Унитаз. Плитка у нас под ногами поклеена. Плитка в хорошем состоянии. Смотрится очень приятно. Где-то, ну, около одного квадрата будет. Ну, туалет есть туалет, сильно много не покажешь. Все. Просто хотел сказать, что вот есть вентиляционное отверстие, потолочная плитка, лампочка. Можете потом светильник поставить, если захотите. Двери, еще раз говорю, ребят, двери в очень хорошем состоянии. Все. Далее мы с вами попадаем в ванну. По ванной. На полу у нас поклеена плитка. На стенах также этой же плиткой от аж до потолка. Потолок у нас обшит пластиком. Есть вот такой потолочный светильник. По ванной 4 квадратных метра. Высота потолка, сейчас скажу, 2 метра 60 сантиметров. Справа сразу у нас радиатом металлические отопления. Есть вот такая вот полочка, вешалка для полотенчиков и так далее. С левой стороны двойная розетка. Место для стиральной машины. Все, как говорится, коммуникации подведены к ней. Вот тут территория взвесится, ужаснуться. Шучу. Так, тут у нас вентиляционное отверстие, пожалуйста. Такой небольшой гарнитур ванны с раковиной. Зеркальце. Ну и сама ванна с душевой лейкой. Кстати, ванна экранирована, тоже сделано все плиткой. Вот тут такая полочка тоже удобная для шампуника, если что. И есть у нас вот люк, доступ, пожалуйста. 4 квадратных метра. Высота потолка 2 метра 60 сантиметров. Просторная комната. Еще раз говорю, места хватает для стиральной машины. Еще тут вот сколько осталось. Захотите, сдвинете ее. Но еще раз говорю, тут спокойно пройти можно к этой раковине. То есть машина никак не мешает. Ну, захотите, чуть-чуть сдвинете. Все, буду выходить. Еще раз покажу. Плитка в хорошем состоянии, нигде никаких сколов. Ничего, как там все вырезали, ума не предложено. Молодцы, сделали хорошо все. Ну и дальше у нас уже как бы спальни пошли. Их три. Это здорово. Еще раз говорю, если что, для семьи, родителей и двух-трех детей спокойно дома хватит. Первая спальня у нас 15 квадратных метров. Нет, 10, простите, 10 квадратных метров. 10 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 67 сантиметров. Потолочная плитка у нас на потолке поклеена. На стенах у нас поклеены обои. Место в спальне. Хотите для дивана, хотите для кровати, спокойно помещается. Причем и в ширину, и в длину можно поставить кровать. Окошко, оно выходит на двор, получается, вот заезд для машины. Сейчас, секундочку я вам покажу. На две позиции открывания, и у нас получается москитная сетка присутствует. Также откосы у нас выполнены пластиковые. Подоконник у нас тоже пластиковый. Здесь у нас заходит антельный шнур. Вот как раз машины, вы видите. Это место въезда. Жалюзи здесь присутствуют. Ну и под окошком находится у нас радиатор чугунный. Далее комната абсолютно свободна. Здесь, видите, массажная кровать. Поставить можно все что угодно. Двойная розетка здесь присутствует. Пожалуйста. Плинтуса я бы поменял, как бы они, видимо, после ремонта остались. Плинтуса бы поменял. Плитка, ну, вроде, я не могу сказать, что идеально ровно, но не отклеивается. Ну, есть тут вот уголочек небольшой и все. Ну, мелочи жизни. Переклеить, поверьте, я придираюсь. Все. И отсюда еще раз покажу панорамой. Вот от дивана получается. Довольно-таки просторная комната. Еще раз говорю, для кровати места достаточно. Тут спокойно шифонер поместится. Единственное, что, как всегда, розетки будут позади. Вот. Ну, у нас получается только здесь одна двойная розетка. И все. Вот так. Идем дальше. Следующая комната. Это тоже спальня. Сейчас зайду, покажу ее. Вот это спальня как раз в 15 квадратных метрах. Высота потолка здесь чуть повыше. 2 метра 70 сантиметров. Покажу вот так вот снизу вверх. На стенах поклеены обои. Я бы здесь, да, заменил бы обои. Плитка вроде бы нигде не отклеивается. Я здесь не вижу все ровно поклеено. Да. Здесь в хорошем состоянии. Плинтуса, да, я бы заменил. Как бы тоже там щелки есть. Паново сделал бы уже капитально. И все. 15 квадратных метров. Полы у нас здесь деревянные. Сверху у нас ДСП покрашены. Ну вот кое-где вот, конечно, уже верхнее покрытие сошло. Здесь у нас вот такая вот ниша небольшая. То есть место для шифонера спокойно. Даже кресло большое поместилось. Окошко также, вот мы видим, да, параллельно идет комната. Тут у нас место для въезда. Здесь у нас также на две позиции открывания. И у нас получается сетка. Также у нас пластиком сделаны откосы. Вот. И тут у нас батарея. Так вот покажу. Двойная розетка вижу там. Так. И все. И больше не вижу. При очередном ремонте уже можете проштробить, как бы сделать побольше розеток. Здесь у нас еще одно кресло. Я бы его убрал. Здесь сделал бы компьютерный стол. Поставил бы. Но это еще раз говорю, мое размышление вслух. То есть места достаточно, как для рабочего стола. Все. Еще раз покажу комнату с этой стороны. Напомню. 15 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 70 сантиметров. Не забывайте. Здесь у нас вот такая ниша. То есть спокойно шкаф уходит туда. Идем далее. Далее у нас получается зал. Зал 17 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 60 сантиметров. На стенах поклеены обои. Здесь прям все сделано очень красиво, аккуратно. Вот такая арка. То есть все пошпаклевано, покрашено. Проем. Вот обои нигде ничего не отклеивается. Все сделано аккуратно. Двойная розетка находится здесь. Вот как раз телефонный кабель подходит и роутер раздает интернет. Тут у нас окошко на 2 позиции открывания. Жалюзи установлены. Откосы также сделаны пластиком. Пластиковый подоконник. Радиатор чугунный. Полы у нас деревянные. И постелен у нас везде линолю. Еще раз говорю. Везде все притянуто аккуратно. Плинтуса. То есть здесь все в порядке. Потолок натяжной, белый, глянцевый. И люстра у нас присутствует. Дальше у нас как бы проход еще в одну комнату. Ну вот зал еще раз напомню. 17 квадратных метров. Просторная комната. 2,60. Высота потолка. Потолок натяжной. Это окошко у нас выходит на улицу. Дверка. Со стеклянными вставками. В хорошем состоянии. Мне нравится. Не люфтит замок. Замечательно. Еще одна спальня. 8 квадратных метров. Высота потолка 2 метра 62 сантиметра. Потолок поклеен потолочной плиткой. Плитка ровненько везде прилегает. Ну вот там щелки небольшие есть. Я имею ввиду по плитусам. Пошире взять, купить, поклеить и все. И забыть. На стенах поклеены обои. И у нас есть одно окошко. Также на две позиции открывания. Выходит она сбоку. Также вот на улицу к магазину. Будете видеть, когда завезут товар и бегом в магазин. Пластиковый подоконник. Пластиковые откосы. Вот. Чугунный радиатор. Полы у нас деревянные. ДСП покрашены. Место есть вот спальня. Кстати, если даже будет двухспальная кровать, здесь еще проход будет сантиметров 60-70 будет. И вот так вот покажу. 8 квадратных метров. 2 метра 62 сантиметра. Это у нас потолок. Здесь у нас находится получается телевизор, двойная розетка. Все, ребят, все комнаты в этом доме я вам показал. То есть в итоге у нас получается зал, три спальни, кухня, ванна, туалет, кладовая. Ну и котельная на входе. Все. Коридор. Коридор, прихожая, который. Все, ребят, все комнаты я вам назвал. Друзья, мы с вами посмотрели дом. Я хочу напомнить, что ниже в описании к этому ролику обязательно укажу стоимость дома, его площадь, площадь земельного участка, конечно же номер телефона собственника. Вы сможете позвонить, задать все необходимые вопросы. Если вам необходима помощь в подборе, в поиске жилья по Краснодарскому и Ставропольскому краю, агентство недвижимости «Титул» с удовольствием вам в этом поможет. Обращайтесь. По самому дому. Это кирпичный дом, бетонная лента у нас в качестве фундамента, крыша и фронтоны у нас металлопрофиль. Есть водосток, забор металлический, есть асфальтированная пешеходная дорожка. Ближайший магазин я вам показал 30 метров. До школы, до центра приблизительно 5 минут ходьбы. Дом угловой, вход у нас с двух сторон. По самому дому у нас получается окна металлопластиковые на две позиции открывания. Полы в основном все деревянные, ДСП покрашены, сверху постелен линолеум. Потолки и некоторые потолки натяжные. По самим комнатам у нас есть котельная, есть кухня, дальше у нас прихожая. Как бы два входа в дом, поэтому говорю прихожая. Прихожая, она выполняет также роль коридора. Далее у нас идут туалет, ванна, три спальни и зал. То есть для большой семьи дом спокойно подойдет. Хороший хозяйственный двор, он огорожен также металлическим забором. Большой ровный участок. Много различных построек для того, чтобы держать птицу. Радует, что двор и даже часть хозяйственного двора, они забетонированы. То есть есть бетонные дорожки. То есть, во-первых, легче будет убирать. Во-вторых, конечно, не запачкайтесь, пока будете проходить там, ну как говорится, курам, кандюкам, куткам и так далее. Есть плодовые деревья разные. И вишни я видел, и черешни. В основном много вишни. Слива есть, абрикосовых деревьев много. То есть, как бы достаточно. Телефонный провод проведен в дом. Интернет сейчас собственники получают именно по телефонному кабелю. Ну вот, вроде бы все вам рассказал. Еще раз говорю, что остальные подробности, они у нас в видео. Если вдруг что-то не указал, можете позвонить, спросить. У нас центральная газоэлектроводоснабжение. Вода вкусная. Я проверял. Мне очень понравилось. Напор просто бешеный. Я на этом буду заканчивать обзор дома. Поддержите нас, пожалуйста, лайками. Подписывайтесь на наш канал. Если не сложно, оставьте свое мнение об этом доме в комментариях. Всего вам доброго. До свидания.